Кисаделье с курицей и кукурузой, прекрасный вариант для сытного завтрака или перекуса. Ведь в ней много куриной грудки, сыра, обжаренных овощей и все это в тонкой лепешке, обжаренной на сковороде. Кисаделье – разновидность быстрого перекуса, который очень распространен в Мексике. Вместо черри можно взять простые помидоры, только берите плотные томаты. Тортильи можно купить или приготовить самостоятельно. Сыр тоже можно взять любой, но обязательно твердый, который хорошо плавится, ведь именно он будет держать начинку внутри кисаделье. Тортилья – 2 штуки. Грудка куриная – 1 штука. Помидоры черри – 3-4 штук. Кукуруза – 1 столовая ложка, консервированная. Перец болгарский – 1 штука. Лук репчатый – 1 дробь 2 штуки. Сыр 40 грамм, твердый. Томатная паста – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Перец черный, по вкусу. Масло растительное – 3 столовые ложки. 1 столовая ложка овощи, 2 столовые ложки в курицу. Количество порций – 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кисадели с кукурузой и кукурузой. Грудку вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Лук почистите, помидоры вымойте, перец вымойте и удалите семена и плодоножку. С кукурузы слейте жидкость. Болгарский перец порежьте кубиком. В сковороду налейте растительное масло и добавьте перец. Репчатый лук порежьте и добавьте к болгарскому перцу. Черри разрежьте на четвертого части и добавьте в сковороду с овощами. В сковороду добавьте консервированную кукурузу. Поставьте сковороду на среднем огне в течение 7 минут, перемешивая. Куриную грудку порежьте тонкой соломкой. В сковороду влейте растительное масло и разогрейте добавьте курицу. Обжаривайте на сильном огне в течение трех минут, перемешивая. В сковороду добавьте томатную пасту, посолите и поперчите. Обжаривайте еще три минуты перемешивая. Добавьте обжаренные овощи и перемешайте. Прогрейте 1-2 минуты и снимите с огня. Натрите сыр на мелкой терке и разделите его на четыре части. Разложите тортильи на стол и посыпьте одну половину лепешек сыром. Выложите поверх сыра куриную начинку поровну. Посыпьте сверху оставшимся сыром. Закройте начинку второй половиной лепешки и обжарьте с двух сторон на горячей сковороде в течение двух-трех минут. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита.